Сделано в Вятке 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 СССР развиваться, он бы и сейчас был, если бы не те негативные стороны, которых мы чуть попозже, и которые в итоге привели развалу. Это началось тоже в 59-м году, вот этот волюнтаризм. И Ирова основалась в первую очередь тут вообще ужасно, что было. Вот у меня есть воспоминания. Давайте озвучим. Ну, давайте сначала мы традиционно поговорим, что же было вообще в 59-м году. Ну, конечно, главное событие, одно из самых ярких событий, о чем мы говорили после фестиваля молодежи и студентов 57-го года, что запомнилось, естественно, москвичам, но и смотрели, видимо, многие жители страны. Это посещение столицы фирмы Christian Dior со своими моделями. Великолепные фотографии. Это маниенщицы с длинными ногами, с хорошими фигурами, в отличных дизайнерских платьях, гуляют по Москве. И, конечно, на фоне их-то этих неулыбающихся приземистых теток в шалях, в валенках, там, их-то не пальто, даже а польтах и прочее. Ну, конечно, и во Франции, я думаю, что модели Christian Dior долю неожиданно францужен могла позволить, но контраст был разительный. Вот посмотрели на свободный мир, посмотрели, а оно, может быть, как должна выглядеть женщина, не старуха там на заводе советском 40 лет уже, которая там на себя плюнула, махнула рукой. А оно может быть. И это все, все фотографии, эти материалы, они в прессе разошлись? Да, фотографии можете посмотреть очень просто в интернете, набрать Christian Dior в Москве, 59-й год, великолепно. Ну и второе было знаменательное событие, это, конечно, приезд Никсона в Москву в рамках американской национальной выставки. Вот, Ричард Никсон и Тахущев перерезали ленточку и открыли выставку, отправились на кухню в Шашлычную. Ну, это было, конечно, политическое такое действие, в которое обе стороны откинули железный занавес и показали, что есть. Прежде всего, вот, то, что было в США. Никсон был тогда вице-президент, вот, и тем не менее, он на равных спорил с Хрущевым и чьи товары лучше, уступают ли вещи, сделанные в СССР, нашим. Ну, у нас, я говорил, что было, чем инкурировать, но тем не менее. Вот, интересно, забавно было читать там репортажи с этих выставок. Никсон, минуточку, я хочу вам показать американскую кухню. Это обычная кухня, которая есть у каждой олифорнийской семьи. Видите, это посудомоечная машина, на что этот Хрущев заметил. Вы что думаете, этим можно удивить советских людей? Нет, в наших домах полнота их штучек. Вы помните, его была у нас в стране посудомоечная машина, но может... Но Никита Сергеевич, видимо, отыгрывался как мог. Да, да, да. Надо же, что-то было парировать. Мне это напоминает, вот эта ложь с самого верха, это, конечно, лично у меня, она очень пересекается и вызывает определенные ассоциации. Вот, ну, всего посетила в Москве около трех тысяч, они выставили огромные очереди часами. Вот сейчас пруд на эти, кто там, мощи, это привезли, там люди по шесть часов падают в обморок, а тогда-то же стояли на выставку, могли видеть стиральные машины, выжимал автомобили, сделанные вроде потенциальными врагами, но тем не менее все это было мирное, сосуществование, вот мирные товары. Можно было первые советским людям попробовать пепси, сфотографироваться на поляроид, сыграть в монополию и вообще вот посмотреть тот образ жизни. Ну и в конце, конечно, тоже забавно. Ваши внуки будут жить при коммунизме, сказал Хрущев Ниссону, а Ниссон ответил, нет, это ваши внуки будут жить при свободе. Вот, ну, пророчество Ниссона казалось ближе к действительности. Еще чем 59-й год отметился в США и изобрели лготки. А у нас вот даже после войны, когда даже не то, что лгота, даже чулок или чулок, наверное, не хватало, то брали рандаш речневый, муслявили его и на ногах девушке рисовали и полос, и типа стрел, потому что чулки были со швом, а так вот ходили, я думаю, что до 70-х лгот, и были одеты, голубые, розовые, там все, а там мы ходили, был шикарный пояс с резинками, чулки, вот, застегивались, целый ритуал был, или такая была подвязка, которая на этот чулок одевалась, а вот лгот, и в 59-м изобрели, а да, они там пришли в 70-е, только, ну, корпорация Sony выпустила транзисторный телевизор, эпохальное культурное событие, конечно, вышел фильм, который там назывался «Некоторые любят погорячее», у нас он назывался «В джазе только девушек» с Марилин Монро, и все, но оно до сих пор, пожалуй, непревзойденное, смотрится на едином дыхании, я очень редко могу пересматривать что-то, но вот эта картина у вас на самом учетом, конечно, в Итая неурожай, огромный неурожай, что привело к голоду, если не голодомура, то этого, причем вот СССР не воевал в 59-м, все было хорошо, а другом мир был очень неспокойный, то есть в Итая была война, что-то итайцы принялись мочить тибетцев, там были это локальные войны, даже сбежал из Тибета Далай-Лама по горам, прошел 450 километров там тайными тропами и вывели его куда-то, вот чтобы он призвал миру, на Кубе тоже была своя война, там, в общем-то, пало правительство Батисты, был избран, назначен Фидель Астра, тогда он еще, естественно, им, социалистам, не объявлял себя, но тем не менее, они тут же начали эспансию и революции на другие страны, но там быстро шелкнули по носу, поэтому, вот, видимо, только Кубой ограничились. В общем, локальных конфликтов было, в общем-то, были то же самое, что у нас в 17-м году, то есть, это начали отнимать у всех имущество, заводы, фабрики, предприятия, отнимать землю, делить среди бедноты, но что получилось, то получилось. Убинский, Ричневый Сахар, наверное, до сих пор еще, их-то ЭФЭ, вот, недавно в Офе высыпал, в этом, не помню, в какой-то ЭФЭ, до сих пор, видимо, приходят. Ну, США, конечно, расширилась в 59-м году, то есть, впервые, вот, была в качестве 49-го штата, не поверите, кто присоединился, Аляска. 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 и она была, видимо, эта автономия, она стала 49-м, что там, и в том же году, в 59-м году, 50-м штатом стали Гавайи, вот, и в магазинах появилась у нас около Барби. У нас, в смысле, в советском... Там у нас, не знали, у нас была матрешка, и была еще такая неваляшка, вот, ее так, пытаешься положить, покрякивает, покрякивает. Да, вставала, вставала, а там была Барби с 59-го года. Ну, вот, что у нас, конечно, было. Луна-2 совершила жесткую посадку, вот, это был фасад такой, что реклама, смотришь под шифт, тех времен, 59-й год, газета «Неделя», там, конечно, лунная станция, первые полосы, фотографии, ну, вот, отправился в плавание Леда Ол Ленина, это тоже было. И вот, забавный такой нюанс, что в 59-м году СССР объявил о согласии предоставить, кому бы вы думали, Сирии финансовую техническую помощь. Которую мы простили наверняка уже. Да, ну, тогда Сирия, это было что-то, ОАР, Объединенная Арабская Республика, то есть Сирия и Египет были. Ну, да, насколько знаю, не было самостоятельного государства. были созданы добровольные народные дружины, вообще, вот, были придуманы, и все то, что вот, может быть, и стиляк, их-то и раньше и задерживали, но эти все были бригадмил, назывались, там, бог знает, а вот официально ДНД, добровольные народные, в которые мы еще, наверное, успели походить, были тоже в 59-м году. Ну, вот, в Москве на базе военного аэродрома открылся аэропорт Шереметьево. Существующий до сих пор разумеется. Для выхода из депрессии есть три выхода, это Шереметьево, Домодедово, да, да, еще что-то, если хотите, да. Ну, тоже вот события, которого до сих пор старые, это тайна из Агад о 59-го года, это, конечно, гибель группы из девяти человек на перевале на Северном Урале, группа Дятлова, поэтому вот перевал Дятлова, он называется, до сих пор эта тайна, в принципе, не разгадана, версий ходит множество, но что там было, и неизвестно, что у нас, ну, вот, Иров, вернемся к нам. Да, ну, в общем-то, все, о чем мы сейчас рассказали, это все публиковалось в прессе, и жители нашего города были в курсе всего этого, читали, обсуждали. Ну, они были не только в курсе, они были в курсе, сколько там надоев в Афанасьевском районе получают, ну, конечно, получали не шибко, вот, я думаю, что такая вот кукурузная вот эта вот эпопея еще не очень началась в 59-м году, но вот мы сейчас подойдем к трагедии этого года, а сейчас все, что у нас, у нас было в Ирове в 59-м году, ну, стильный комбинат, который сейчас строймагазин, он образовался из двух фабрик, вот появился, стиль, конечно, условия труда там были не из самых легких, скажем так, вот я бывал там в ту пору, когда он был еще стильным, это перекресток труда, вот, перекресток труда и, ну, он, да, он между Дериндяевым, Эрла Лик, это на труда, это бывшая первая тюрьма, он, ГВД, лазил я туда в расстрельный подвал, где свое время расстреливали, но по роду журналистской деятельности приходилось бывать и на комбинате, вот представьте, там душный цех, жар, в одних этих ситцевых платьицах, по-моему, даже без нижнего белья, эти девицы, которые там приехали, ну, типа, в Москве лимитчицы называли, вот это куда-то, а почему жар, а потому что, вот, чтобы не дышать этой пылью, стильной, по периметру ездила, это бочь с водой, и петром вот из утюга, она эпизодически через каждые три секунды пропаривала атмосферу, поэтому там был влажный, душный климат, и, конечно, здоровье там портили люди, вот, в этом же году было предложено создать планетарий, такой противовес опиума для народа, причем, ну, конечно же, в церкви, причем первый планетарий это был не в Иоанна Притеченской церкви, вот, на бывший степаж, на этой, Преображенской, а первый планетарий, вот я еще застал, он был в надворотной церкви, Трифоново монастыря, вот, прямо над воротами, и там забавно было, вот это небо звездное, все, это символично, что, вот, именно, что в церквях стали делать планетарий, имел успех, он говорит, и сейчас где-то есть планетарий, я даже вот и не знаю, где, в Ирове, ну, в 59-м году известный завод получил официальное название имени Ировс и машиностроительный завод имени 20-го прорсъезда ПСС, который в 56-м, напомню, сошелся, и вот уже он стал выпускать специальную продукцию военную, в 59-м году открылся кинотеатр «Мир» у нас, вышла в Ирове первая Нигалиханова, улица Ленина, напомню, ну, участки кинотеатра нет, соответственно, там, да, и забавно, что в 59-м году почему-то опять кого-то там торкнуло в голову из наших властей, хотели переименовать театральную площадь площадь Ирова, ну, видимо, допустили какой-то мини-референдум, или завалили письмами и отстояли театральную, и все-то ее один раз переименовали в 77-м году в площадь Конституции, Конституции, да, она была недолгого времени. А в 59-м году, ну, что-то такое площадь Ирова, театральная. Ну, может быть, ну, ладно, не буду высказываться в ее версии, сейчас надо, конечно, интересоваться специально. Театральное отделение, вот у нас библиотечный культпросвет школы объединили, стало вот театральное, у нас культпросвет училища, где даже были и театральные отделения, то есть готовили атеров, ну, в 59-м году, конечно, продлили Атеапс и Проспетербург, там были до 59-го года поля подсобного хозяйства обл. полкома, и вот только в 50-м, Атеапс, я уже говорил, начали застраивать северы со стороны улицы Профсоюзной, и дальше вот пробили до улицы Мсомольской, мимо Оврага, Соловьевского Оврага, вот это, где гостиница Вят, и дальше в 59-м году. Ну, пробили, видимо, дорога была, что, может, автобус ходил, может, грузовики были, ну, конечно, велось строительство, и почему-то такая тенденция была в 59-м году все надстраивать, надстраивать, и надстраивать, надстроили пожарную часть вот на Свободе, вторая пожарная часть, на старинное здание еще возводились еще этажи. Двухэтажные, и высокая башня была, вот это, пожарная ланча, ну, видимо, жилье пожарным, надстроили бывший институт лесной промышленности, Ирнил, угол Ленина, и этой самой, Преображенской, да, тоже стал, надстроили драмтеатр, то есть, была до 59-го года плоская, рыжая, вот, а по проекту архитеатров, ну, известный, который, в принципе, Атябрьский, проспект, проектировал, это Злов и Зырин, вот два сделали, зрительно возвысили здание, стал он похож на Большой театр, визуально, поэтому старые фотографии очень хорошо различать, до 59-го или дальше, ну, и, по-моему, в этом же году подстроили на два этажа бывшую 22-ю школу, во славную гимназию, она же была, Маринс, гимназия гораздо ниже, два этажа, вот, надстроили, и таким образом, ну, конечно, велось строительство, уже Атябрьский проспект обживался, убрали от тому времени рельсы, временные железные дороги, в принципе, была, продолжалась вот эта эйфория 58-го года, что все были под впечатлением телевидения, которое год назад появилось, масштабов строительства, запуск спутников, там, их-то, может быть, технический прогресс, да, изобилие, относительно в магазинах, то есть, продавались консервы из рабов, опять морепродукты, вот, и магазин, на московской был магазин, он назывался рыба, и там даже вот помнят, что были эти ванны для живой рыбы, чтобы, в купеческих этих ресторанах, можно было выбрать конкретный экземпляр, уже не помнили, ну, вот, тем не менее, на этом вот, о хорошем, наверное, можно приостановиться, а еще такое, я мог забыть, я мог забыть, эпохальное событие, одно, что в 59-м году построена легендарная, знаменитая Ировская школа номер 37, моя родная школа, вот, где я учился, и скоро будет, наверное, еще очередной, которая изначально была суждена быть ДК, да, эту школу, с учетом, вот, развития района, быстро переменили направление строительства, строили ее под дом культуры завода Маяк, то есть, вот, что радует глаз, нетипичная архитектура, вот, представьте, построили бы на месте 37-й типовую школу, типа, там, 58-й, это или 7-й, бы было скучно, вот, ПТУ, это длинное, напротив, здесь, а вот, в Речне, он радует глаз, быстро, вот, с учетом застрой этого района, отменили и сделали школу, школа, она была, существовала, в ней учился наш знаменитый мэр Анжели Михайлович Михеев, когда она еще была отдельно мужская школа, одна, отдельно женская, потом объединили, а перед 59-м годом школа 37 находилась в деревянном доме, на углу Маклина и Маклина и Орла-Липнихта, вот там сейчас 9-й этаж, где были, там новую возвели, да, 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 потом стала вечерняя школа и вот, когда открыли школу, то, представьте, вот все эти школьни и они на руках тащили парты, глобусы, и это учебные предметы, все, что там было из этой самой своей деревянной, переезд хуже пожара, да, ну, там, есть там фотографии, что, огромность, эти, терриконы, парт, все делали своими руками, два учителя физи, они, и полы-то перед, надо было срочно 1 сентября, то есть, новый учебный год 1 сентября 59-го, он был уже в новом здании, на Октябрьском проспекте. и сейчас школа, она живет, в принципе, даже, вот, здание поддерживается, конечно, неизвестно, 37-я считается одной из лучших кировских школ. Просто меня поразило, она называлась в мое время нормально. Средняя школа номер 37, а сейчас она, это, что-то там, СОЖ, СОИБ, с углубленным изучением, возможно, отдельных предметов, или все, как сейчас у нас. Даже вот это прекратят, и когда отменят подобные аббревиатуры. Канцеляризм, да, всевозможные. Давайте сейчас рекламу небольшую сделаем. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Вятского государственного университета. Мы сегодня изучаем жизнь Кирова и страны в целом в 1950-е, в 1959-м году вот так медленно продвигаемся к современности, подробно и познавательно скоро продолжим. Продолжаем наш разговор с Евгением Питунин, историком, краеведом, руководителем музея Вятского госуниверситета год 1959-й, что, видимо, ложку дегтя сейчас будем, да, Евгений Альбертович, выносить в наших повествованиях. Ну, конечно, вот СССР нельзя однозначно оценивать, что все было там радужно. Вот я сказал о хорошем, вот большую часть передачи, но нельзя не упомянуть о тех вот негативных процессах, которые были. Вот сейчас я только что говорил о строительстве школы номер 37, да, это радость, это светлые классы, это ученики, это школа, она, и сейчас украшение города, но на этом месте были деревянные дома и жил по преданию многодетный священник, там было учить детей у него, но его дом снесли, обещали дать ему квартиру в доме хотя бы 78, вот, видимо, чтобы... Ну, практически напротив. И потом срочно, да, напротив, и вызвали срочно в рай исполком тоже, это учительницу с детьми и сказали срочно въехать в эту квартиру вот прямо сегодня и даже не было ключей, там на второй этаж вот лез один из ребенков, из детей, чтобы открыть эту дверь, чтобы она вселилась, чтобы попу не дали квартиру и куда вот делся этот священник со своим выводком тоже неизвестно. Загадка. То есть вот так вот не все было однозначно. Ну, и вот, ну, представьте, во власти всегда в любые времена были люди лизоблюды, подхалимы, желающие выслужиться, желающие там чем-то отметиться. И вот нашелся один, не могу подобрать цензурного слова, в 59-м году это первый секретарь Рязанского Кома партии, то есть ЭПСС, не от Ларионов, который выступил с амбициозным, тогда же Хрущев бросил лечь догнать и перегнать Америку, на что в народе ответили, конечно, мы можем догнать, можем и перегнать, но только в этом случае она увидит у нас на заду заплатки. Вот, видимо, один этот Рязанс, по нынешнему губернатор, решил прогнуться перед Хрущевым и обещал за год утроить государственное заготовь и мясо. Но все понимали их нереальность В смысле Паризанской губернии, да? 59-го года, а потом все бросились обгонять, перегонять. Именно по рекомендации Хрущева были вот эти идеи опубликованы в газете «Правда». Ну и, конечно, вот обогнать и перегнать друг друга и откликнулись ряд других областей. Великому сожалению и... Чем мы отметились? Так, сейчас поговорим. Тоже решили утроить заготовь и мясо в 59-м году и принялись их утраивать. И за это дело даже в 59-м году Ларионов стал героем социалистического труда. Но, чтобы сдержать обещания, Компартии там, ну и потом и у нас это было, распорядился забить весь приплоцк это за 59-й год большую часть молочного стада и производителей, упив под расписку весь от выращенными полхознями в личных хозяйствах. Ну и этого было недостаточно. Чтобы, значит, не подвести себя перед Хрущевым, он послал гонцов во все соседние области, в Азахстан за счет средств из фондов, которые там на ГСМ, на машин, тракторов, комбайнов, они упали у этой живности. Все это свозили и пытались сдать. Школы не строились, ничего, все, жизнь замерла. Только вот этот мясной налог такой всем было. И после этого мясо исчезло из продажи, не только в Рязани, тогда еще придумали такое бестоварное, ладная, вот колхозы выходили, выращивали живность, все это взвешивалось, и они бежали там рапортовать, во все газеты, что мы сдали это мясо, это настолько, мы сдавали его только на бумагах, оно оставалось на доращивании. То есть, этот хилый, тощий, молодняк, он оставался в колхозе. Проходило полгода, они говорят, мы его дорастили и сдавали, и снова сдавали по этой накладной, но уже вес брался не только, который якобы должен прирасти, но опять их снова ставили на усы, взвешивали, и в итоге вот это была показуха на бумаге, что мы это мясо выполнили, налог, там, это рапортовали, что область продала 150 тысяч тонн мяса, три раза предоставив, на 60-й год еще более высокие брали задачи, планку ставили. Хрущев там в каждом выступлении он возносил, там, любимчик у него был этот, губернатор, это Рябкома, вот, ставил всюду в пример, гнобил тех, кто не подключался вот этому почину, ну, Хрущев гнобить мог, это он умел делать, ну, там, с ботинком или без ботинка, вот, кто там это мясо сдавал наградами, вот, нормальные люди даже в правительстве обсуждали и удивлялись, откуда это все берется, ретиковать было нельзя, вот, но в 60-м году наступил полный провал, то есть, вместо этих 150-180, едва-едва заготовки мяса были 30 тысяч тонн, заголовье уменьшилось, вообще, в целом, по России на 65%, у колхозников изъяли, которых скоты неверно, временно изъяли, под расписку не заплатив, они начали бастовать, отказывались обрабатывать колхозные земли, и это устраивали эти акции, протесты, скрытого или явного, все это попахивало таким социальным Атострофу было невозможно, и в 60-м году вот этот вот деятель, который начал обман Лориона в первую секретарь, и он застрелился, вот, атострофа была глобальнейшая, вот это все впоследствии привело вместе вот с неурожаями, с кризисом в Азахстане, когда целинные земли там сдуло ураганами, вот, все это привело к росту цен, уменьшению зарплат, это все непосредственно отразилось, на горожанах, и в Кирове это аукнулось, все это привело новочеркасс и трагедии, протесту и расстрелу рабочих, все это, в общем, привело и в итоге, я считаю, распаду СССР, но у нас тоже вот в Кирове в 59-м, в следующие годы появлялась, ну, груза, понятно, в продаже, варили эти пачат и вместо хлеба, хлеб с перебоями был, появились-то и огромные банки, жестяные, итовое мясо, оно было ярко, красное, вот пытались заменить, но итов тоже было не бесконечно, вот, и у нас, конечно, с одной стороны, представьте, вот летают спутни и облетают, луну фотографируют, там мы всюду-всюду делаем отличные машины, Волга, там, а с другой стороны, в сельском хозяйстве была катастрофа, все пытались сбежать, откуда заводы брали, человеческие ресурсы и пополнение, вот, 59-му году, кто мог, напоминаю, что тогда крестьяне были без паспортов, их ввели где-то в начале 70-х, из колхоза удрать было невозможно, а представьте, когда у тебя отняли РОС, сказали, вот на тебе бумагу, расписку, мы потом, а нам главное госзадание выполнить, что у нас в ИРОС. Удрать-то, в принципе, наверное, можно, но куда вопрос-то главный, да? Как дальше продолжать жить? В ИРОВе был просто кошмар, вот я нашел очевидцев, которые это помнят, гнали изо всех районов на ИРОС и мясоэмбинат живность, видимо, составов тогда было немного, машин еще меньше, чтобы возить, гнали гуртами, вот, забивать и перерабатывать от в районах области было негде, и алхозы гнали, эти гурты в ИРОВ, даже были вот в газетах, писали, был такой знаменитый гуртоправ Кутявин, он гнал по 800 ров по дороге от Фалена, по 800 голов, представьте, это 800 ров пешком, да ИРОВ, во-первых, сколько они там, после этого марш-броска, насколько они весе потеряют, и в конце они приходили истощенные, больные, многие падали на улицах города, вот, и тогда в 59-м году на мясоэмбинате были созданы специальные бригады, их там называли самураями, которые ходили по улицам ИРОВа с ножами и выпускали ров у павших ров и быов, чтобы вот мясо сразу не испортилось, потом их как-то утилизировали, и в городе в живности, в частном секторе, там, видимо, запугиванием, налогами, разными путями, а то держал полно, ведь город был на процентов 70 из частных подворьев, деревянных, держали ров, свиней, там все сдали, нельзя было, люди со слезами провожали изнуренных животных, речащих, ревущих на все голоса, это не превращалось ни днем, ни ночью, вот, приводили на мясоэмбинат, были отстояны, и они стояли, их никто не поил, не армил, не доил, они страдали, испытывали мучения, орали, не могли переработать, мясоэмбинат работал в три смены, переработать не успевали, вот этот, чуть не по шею, в навозе стоял, стонный вой был слышен от мясоэмбината почти на весь город, запомните, вот это, 59-й год, и вот почти всю зиму на следующий год на территории мясоэмбината лежали вот эти разделанные, замороженные туши, их, видимо, не могли вывезти, там же все надо было делать, куда в таких объемах-то хранить, морозить, ужасно, нельзя, вот был мясоэмбинат, не мог, там, продатель куда-то, он должен был получить ту азанья, куда отправить, естественно, вверх оказались неповоротливыми, не было, это столь, а мясо, не только ведь наша область, ведь все друг с другом там все это и пытались, и поэтому представьте, вот это, вроде бы, изобилием страна не страдала, но переработать объем не успели, вот эти туши весной оттаяли, где-то появились мухи, дурной запах, и куда вот потом все это исчезло, вот неизвестно, но 25 декабря 59-го года ацентирую, за успехи в развитии общественного животноводства, выполнение социалистических обязательств по производству и продаже государству мясо, и русская область была награждена орденом Ленина, но тут есть такой маленький нюанс, что вот 59-м году область наградили, этот орден, муляж висел, естественно, на фасаде зала, всюду там ордена Ленина, Ировская область, вот на фасаде правительства области, висит тоже, вручили его в 72-м, кажется, году, то есть поняли, что это была огромная лажа, что это огромный провал государства был, вот с этими заготовками мяса в 59-м, и вручили через 12 лет, как бы, понимая, вот без особой шумихи, и говорят, приехал, не помню сейчас, то из ЦА, то ли член ЦА, то ли кандидат, ну, это вот самый верх тогда был нашего руководства, Зайков, по-моему, у нас постарались и испекли на этот банкет по поводу награждения орден Ленина в виде огромного торта, и пришел этот, видимо, посланец ЦК в Иереве дали ему нож резать торт, он подержал и сказал, я Ленина есть не буду, и поэтому быстро это замяли, видимо, делегацию официально увели, а этот огромный торт в виде ордена Ленина потом на кусочки там уборщицы, мелкие служащие, вплоть до шоферов всем разделили и все растащили. Это мне напомнило историю, не знаю, насколько ли она. Так что вы знаете, знаете за что, в 59-м году область была награждена орденом Ленином, и знаете, это было. Это напомнило мне историю, только не знаю, насколько она соответствует действительности, когда один из первых отечественных автомобилей разработали и хотели назвать его Родина, там руководитель спросил, по чем Родину будете продавать. Вот я не знаю, правда это или не правда. Вы читали где-то? Читали? Да, там были такие версии. Ну, тогда модные были названия, и, например, ГАЗ-69, тоже он появился в этом году, в 53-м, его настоящее название было «Труженик». И это даже выбивалось, по-моему, на первый выпуск на капоте вот это название, оно не прижилось. Стал ГАЗ-69, Озел там и прочая хорошая машина. Но вот с одной стороны вкус эпохи, красивые машины, красивые эти желто-синие троллейбусы, которые уже ходили, еще чистые дворы Сталинс и дома, вроде бы все. Вот если бы, конечно, вся история была из этих светлых полос, дали бы сельскому хозяйству развиваться, позволили бы конкурировать. Вот не было бы этого маразма с заготовками, вот нормально бы все было и не было бы, может, у нас таких кризисов и в 91-м, в 93-м году. Все, может быть, было по-другому. Вот такой он год, 1959-й. Мы будем, безусловно, продолжать следующий выпуск программы «Сделанная вятки» через две недели, в пятницу в 13.00. Благодарю Евгений Питунин, историк, краевец, руководитель музея Вятского госуниверситета. Добро пожаловать в музей. До встречи в 60-м году. И ждем вас в нашем музее инженериум Преображенская 41 выставка, посвященная 60-летию телевидения и 90-летию радио на вятке. Спасибо. Всего доброго. Сделано в вятке.